Мы с вами все живем в одном городе и ходим по одним и тем же улицам. Что же мы видим и наблюдаем? Дворы, обочины, дорог, леса, берега рек и озер, все это сегодня обросло просто какими-то свалками, горами мусора и так далее. И именно эти факты говорят о несовершенствовании той системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые существуют на сегодняшний день. Мусорная реформа как раз таки направлена на ликвидацию сложившейся ситуации на территории региона. Мусорная реформа – дело хорошее. Только эта несовершенная система и вызывает столько внимания к тому, что сейчас происходит в сфере обращения с ТКО. Елена Морозова, понимая весь негатив, который льется на ее ведомство, выстраивает линию защиты. Апеллируя к приказу 2017 года, согласно которому нормативы те же самые, что и в приказе 2019-го. Только вот сказать новый норматив и применить его – вещи разные. А все дело в территориальной схеме, от которой РСТ открестилась. Создание этой схемы, ее анализ, обработка и дальнейшее ведение не относится к полномочиям региональной службы по тарифам. Это Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Норматив 2017 года, попросту говоря, не работал. Сейчас платят по тарифу. Простые граждане – 64 рубля, предприниматели – 398. Откуда такая волна негодования? Вот приказ РСТ Иркутской области. Там для каждой категории свой норматив. Вот аналогичный приказ РСТ Забайкальского края 2019 года. Преприятие торговли – 2.133. И все. Что такое градации и категории для РСТ Забайкаля? Видимо, незнакомые слова. Также говоря о том, что все устали от мусора и свалок, никаких льгот предпринимателям, которые разделяют пластик и макулатуру, не будет. Независимо от того, ведет ли потребитель раздельный учет твердых коммунальных отходов, норматив должен и включает в себя все виды коммунальных отходов, включая картон и бумагу. А теперь страшное. Слабонервным предпринимателям не смотреть. Хотя, в принципе, такие давно сбежали из Забайкаля. Почему же предприниматели боятся миллионы счетов за вывоз ТКО от мусорного монополиста, регионального оператора Алерон Плюс? Вот прогнозируемый тариф. Не путай с нормативом. Он больше нынешнего почти два раза. А дальше больше. Умножьте тариф на норматив и площадь. Можете закрашивать седину. Так что ввод нового норматива – это только начало выгодной жизни будущих мусорных королей. На брифинге на вопросы о градации по площади, виду деятельности, замерах, о прогнозе тарифа, данных муниципальных образований глава РСТ не ответила. Пообещала конференцию. Когда-нибудь. Вячеслав Барнинский, Дмитрий Пенегин, ЗАП-ТВ.